ДЕСЯТЬ ВЕЩЕЙ, О КОТОРЫХ ЛЮДИ ЛГУТ ЧАЩЕ ВСЕГО Редко кто из людей признается себе в том, что он лжет. Даже если вы считаете себя честным, мы готовы вас разочаровать. Это не так. Доктор Хаус прав. Все люди лгут. За свою жизнь человек лжет в среднем 100 тысяч раз. По-крупному и вправду обманывают единицы, а вот в мелочах практически все. К вранью человека подталкивает понимание того, что все лгут. И тот факт, что проще соврать и крюкрасить, чем объяснить правду. Давайте разберем, о чем люди лгут чаще всего. Самой распространенной ложью является ответ на вопрос «Как твои дела?». Уверены, что никому не хочется выслушивать получасовую жалобу на жизнь, да и не все хотят рассказывать о своих проблемах. Поэтому просто говорят «У меня все хорошо». Также хорошо знакомая с детства ложь при посещении доктора. Это не больно. Мы-то знаем, что это не так. Но так верим доктору снова и снова. Все мы любим маленькие секреты. Но на то они и секреты, чтобы о них знали только единицы. А если нам так хочется узнать чей-то секрет, то положа руку на сердце, врем, и я никому не расскажу. «Я стою в пробке!». Иногда это бывает, правда? Но чаще эту ложь мы используем для того, чтобы оправдать наше опоздание. Даже такая серьезная вещь, как резюме, не остается без лжи. Вернее, не так. Это слегка приукрашенная действительность. Главное, чтобы потом не попасться на этом. Еще одна самая распространенная ложь – это то, что мы говорим, что читаем. Пользовательское соглашение, прежде чем согласиться на него. Большинство женщин врут, что сидят на диете, а мужчины, что занимаются спортом. И не важно, что предложенное пирожное окажется важнее, чем два лишних кило. А спорт мужчина смотрит только по телевизору. Хотя некоторые все-таки стараются. Кстати, к предыдущему пункту можно отнести и ложь. У меня нет на это времени. У нас хватает времени на всякую ерунду, но не на спорт, к примеру. Чтобы не обидеть человека, высказав свое правдивое мнение, мы врем о внешности человека. И напоследок еще одна самая распространенная ложь, которую злоупотребляют все учителя – это тебе пригодится в жизни. Вот я, например, до сих пор жду, когда мне пригодятся синусы и косинусы. Хотя, кто знает, может, кому-то они и нужны. Поэтому не верьте слишком часто, если не хотите, чтобы над вами все смеялись. А как часто лжете вы и о чем? Пишите об этом в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok